Сердце Бога о Иерусалиме, и я молюсь, чтобы пробуждение коснулось Россию и потом закрестнуло Израиль. Много людей думают об Израиле, молятся об Израиле, и слезы наворачиваются на глаза, потому что сердце Бога, оно к Израилю. Когда я думаю об Израиле и молюсь об Израиле, слезы наворачиваются на мои глаза, я молюсь, чтобы люди вернулись к Богу, чтобы не были разделены от Бога. Они и так много страдали, потому что они отвернулись от Иисуса, и Иисус хочет, чтобы они вернулись к Нему, чтобы Он мог их благословить навеки. В Матфея 23, 37 стих, говорит следующее. О Иерусалим, Иерусалим, убивающий пророков, убивающий камнями посланных к тебе, сколько раз я хотел собрать твоих детей, как птица собирает своих птенцов под крылья, но вы не захотели. Здесь говорится о том, что Иисус оплакивает Иерусалим. Иисус говорит, что здесь как будто бы Иерусалим считает себя Богом. «Господь, Он хотел столько раз собрать своих детей, и Иисус говорит, как Господь, который хотел собрать всех жителей Израиля, как птица собирает своих птенцов под крылья, но они не захотели. Господь имеет сильную любовь к Израилю, Но израильтяне, они имеют жесткие сердца. Но сердце Бога, оно продолжает любить этот народ. Похоже на то, как птица собирает птенцов под крылья. Сегодня, не только Бог зовет Израильтян, Он также и нас зовет, чтобы все мы собрались, как эти птенцы, под Его крылья. Господь хочет, чтобы мы имели близкие взаимоотношения с Ним. Чтобы мы реально жили в любви Бога. Чтобы мы были мотивированы любовью Бога. Изменены любовью Бога. И следовали Господу верно. И жили святой жизнью. И прославляли Господа. Это сердце Бога. И сегодня я поговорю о том, что нам нужно вернуться обратно к Богу. И вернуться к Богу. И каждому вернуться к Божьей святости. Две главных природы Бога are любовь и святость. И Господь хочет, чтобы мы вернулись первой в Его любовь. One time I was on a mission field, I saw a hen. Когда я был на миссионерском поле, я увидел... About this size. About this size. About a hen. A hen. You know, mother of chicks. A hen. Я увидел крылышко. About this size. A little bigger than this box. Примерно как эта коробочка. Чуть-чуть больше. И потом я увидел, как птенчик, он большой достаточно. That chicks were about, you know, this size. This size. Наверное, вот как вот эта вот. So the hen has problem covering the chicks. И эта птенца пыталась закрыть его. The chicks have grown up. The chicks have grown up. А этот птенчик, он, ну, как бы, ну, не влазит в это крыло. Под крыло. But when they sleep, they still go back to under... To sleep under the wing of the hen. Но все равно, когда он засыпал, он все равно возвращался под крылышко. Мама. If I use an illustration here, If I'm the hen, If I'm the hen, If I'm the hen, And he's the chick, И он этот птенчик, It's like this. Can you bend your hand a little bit? Bend your hand a little bit. And then it's like this. Это похоже на лутер. And from that I see the love of that. And. God has put His love in people and in animals. Бог поместил свою любовь в людей и в животных. Even though the chick is so big, Даже несмотря на то, что птенец большой, The hen still has love for it. Птица любила своего птенца. And God has great love for each one of us. Тем более Господь имеет любовь каждому из нас. He wants to be able to rest in the presence of God. И Он хочет, чтобы мы отдыхали в присутствии Его. To rest in the love of God. Чтобы отдыхали в присутствии Его любви. Чтобы мы не были под давлением. Не были под каким-то несчастьем. Но жили мирной жизнью. It's like this. Like a... If this is a baby. Oh, there's a baby here. But baby's not here now. The baby... Если, допустим, это ребенок, И на руках матери. God wants us to be like a baby. Бог хочет, чтобы мы были, как вот эти дети. Rest in the mother's arms. Отдыхали на руках у матери. Rest in the hands arms of God. Отдыхали на руках Божьих. He wants that relationship. Он хочет таких взаимоотношений с нами. And we can actually enter the relationship and enjoy the relationship. И мы можем пройти в эти отношения и наслаждаться этими отношениями. В 1998 году... В 1998 году... В 1998 году... я стал пастором и один евангелист возложил руки на меня она эксперт сила божья напомнила меня как электричество и как будто бы сила зашла в меня я прочувствовал любовь бога я был затронут любовь бога я плакал очень долго и я до этого не мог так наслаждаться я сказал тогда что я хочу также развивать эти отношения и с этого времени я начал проводить много времени в молитве и один день я на запилке иисусом господь иисус имели power came through me power вы сила прошла через меня я сказал да это великолепно я могу я пережил этот ответ прямо тогда я снова кричал господь и опять снова сила коснулась меня и больше я начал чувствовать радость господа и каждый раз когда я молился я нашел то что когда я думал об иисусе джо и нового конца рублей радость господи наполняет меня и сайт от каждого раз но кистью вычислил срубе и она просто течет через меня и они раосу старый смеси славу инсу и и потом я начал чувствовать как это радость течет через меня из полу очень сильно я наслаждаюсь молясь господу все время я могу часами наслаждаться для меня молитва это наслаждение наслаждайтесь божьим присутствием и он может прийти также благословить вас он счастлив приходить к вам с радостью и с любовью когда я пережил любовь бога я пережил так сильно и до этого когда я всегда думал об Иисусе это любовь приходила ко мне и когда я молился за людей много людей переживали эту любовь я видел как большие дяди плакали я видел как Дух Святой двигался различными способами healing of the body исцеление тела демоны уходили insomnia healed и бессонница уходила и депрессия уходила депрессия уходила исцеление Господь он реален у меня есть много свидетельств которые я размещал на ютубе если вы понимаете английский вы можете найти на ютубе мои проповеди и найти пастор и найти пастор YIP и вы можете найти много видео как люди делятся как Святой Дух действовал во время наших собраний и люди звонят мне с разных частей мира чтоб я помолился о них и много людей переживают исцеление actually every week every week I was seated for people pray for them and counseling them and what I want to tell you is и что я хочу вам сказать этим God wants to love you like that too God wants you to experience his love like that too so that you spread the love of Jesus so that when you touch people they experience the love of God when you touch people they experience the love of God one time a mother asked me to pray for her daughter to experience the Holy Spirit so I asked the daughter what do you think about the Holy Spirit what do you think and she said experience the Holy Spirit is falling down on the ground on the floor I said experience the Holy Spirit is not falling down on the floor experiencing the Holy Spirit is experiencing His peace, His love, His comfort Мир, радость и покой. Он жив, а он работает, действительно. Я сказал ей, когда я сказал это, она начала плакать. Дух Святой прикоснулся к ней. Когда я был однажды на миссионерском поле, в машине я спал, дремал, молился, спал, дремал, молился. Когда я проснулся, вышел с машины, увидел дочку служителя, который пригласил нас на собрание. И она была наполнена Святым Духом. И она начала плакать. И она начала говорить на языках. И трястись от силы Божьей. И ее сестра, которая была на таком расстоянии, также почувствовала это. И ее сестра видела Иисуса четыре раза в то время, когда я служил у них там. И когда я смотрел на нее, я видел ее глаза незаплаканные, красные такие. Она была коснувшей Господь. Господь хочет, чтобы каждый из нас имел эти близкие отношения. Я хочу, чтобы я здесь поместил местописание из Исаии 49-15. Иисуса четыре раза в то время. Может ли мать забыть ребенка, что у ее груди, и не пожалеть ребенка, которого она родила? Даже если она забудет, я тебя не забуду. Сколько мать здесь? Поднимите руки. Вы как дали позабывали своих малышей? И потом такие, где я своего ребеночка оставила? Кто-то оставлял свой? Нет? Нет таких? Нет. Вы можете забыть, где вы положили свою обувь или еще что-то. Вы можете забыть, где вы положили свою обувь или еще что-то. Вы можете забыть, где ваш телефон. Но никогда вы не забудете своего ребенка. Бог поместил такую любовь к матери. Не только к человекам, но и к животным. Один раз я видел видео о животных. И я видел львовь. Мама львовь. И она потеряла ребенка. Ее ребенок куда-то убежал. И она пробегала там милей. И она смотрела вот так вот. И продолжала рычать таким низким рыхом. Зовя своего дитя. И она пробежала милей. И в итоге она нашла своего малыша. Бог поместил любовь к людям и к животным. Потому что Бог, Он полон любви. Иногда, когда люди думают о Боге, они говорят, Бог, где Ты? Почему Ты не придешь и не поможешь мне? И они думают, что Бог где-то далеко. И они думают, что Бог забыл о них, об их нуждах. Но Бог никогда не забывает о нас. Если Вы имеете эти близкие отношения, Вы переживать будете это всегда. И Он думает о Вас сейчас. Он знает о Вас сейчас. Он знает ваши нужды. Его разум, Он всегда думает о каждого из вас. И когда мы читали этот стих, Вы можете сказать, Господь, подумай обо мне. И когда мы молимся, мы можем сказать, Господь, Ты думаешь обо мне сейчас. Ты любишь меня сейчас. Я уверен, что Ты благословишь меня. Я уверен, что Вы имеете эту веру. Что Бог сейчас здесь, чтобы благословить Вас. Один раз один человек с моей церкви был сбит машиной. The hit of the car is very light. Машина была легко так. The car just hit light. А, удар был таким легким. And, you know, it was not hard at all. Удар не был таким тяжелым, жестким. But she fell down. But she fell down. Now when she fell down, she hit the ground. The fall was heavy. The fall was heavy. Because our body has weights. Потому что ее тело было очень... So when she fell down, it hurts. И она ударилась. At that time, she was not even praying. И в то время она не молилась. But immediately she felt the presence of God. Comforting her. А, и в то время она молилась. И внезапно она почувствовала присутствие Бога утешевое. She came back to church to share about that. И она пришла в церковь и рассказала об этом. That love of God found us all the days of our life. И любовь Божия, она всегда, каждый день в нашей жизни. Do you remember? Do you believe that? Верите ли вы это? You know, whatever I see, I think of the love of God. I think of the love of God. Even when I drink water. Даже когда я пью воду. It doesn't feel good to drink water. It doesn't feel good to drink water. When the water enters our throat. It's so comfortable. It's one way God shows His love. Это один из способов, как Бог проявил к нам любовь свою. Do you like to eat food? Нравится ли вам есть пищу? When you think of different kinds of fruits, do you like it? Когда вы думаете о различных видах пищи, вы любите ее? Do they taste good? Она прекрасна. That is God showing His love for us. И даже через это Бог говорит о том, что Он любит вас. Переживали ли вы помощь Божья в различных ситуациях, обстоятельствах? И трижды я сбиваю машину, но я не умер. И последний раз я думал, что я, возможно, умру. Я не знаю, что скоро приду, но я, наверное, убежу тебя сейчас. И я думал, что я умираю. Но в последний момент Бог все переменил. И я знаю, что это рука Божья на мне. И я помню. Я хочу спросить, помните ли вы момент в вашей жизни, когда Бог помог вам и проявил свою любовь? Помните ли? Я надеюсь, вы храните это в своем... что Бог очень сильно любит нас всегда. И поэтому не живите, как беспризорные дети. Многие дети живут как... сироты, да, сироты. Окей, this is one wonderful verse. Зефария 3.17. И этот стих с Закарии 3.17, он прекрасно это подчеркивает. The last part of it, it says, he will take great delight in you. He will quince you with his love. He will rejoice over you with singing. Закария 3.17. Oh, no, no, I'm sorry. Заваная, Заваная. Заваная 3.17. Заваная 3.17. Здесь говорится о том, что любовь к Богу, она страстная. His love has feeling. He will take great delight in you. Он очень рад, чтобы видеть тебя. Он утешит тебя своей любовью. Его любовь тебя успокоит. И Он возрадуется о тебе с песнями. Иногда люди думают о любви Бога, что она где-то далеко. Мы не думаем о личной его любви. Но Бог любит с огнем, но это страстно. Он действительно счастлив видит тебя. Один из китайцев был весен на вот этих вот штифтах, он много операций перенес. И она подсказала ее брать, который уехал в школу. Она плакала о том, что ее брат далеко ушел. И приходил только в летнее время. Ее младший брат не писал письма. Он только присылал деньги. И тогда он писал, «Мама, я нужна деньги». И тогда все письма, которые мама получала от него, на них касались, что он требовал с него каких-то денег. И потом приезжал домой, когда лето приходило. И мать видела его. Первый ответ был, «Почему ты мне не писал?» И ее глаза были полны гневом. Она была наполнена гневом, потому что сын не писал ей. Но даже несмотря на то, что ее глаза были полны гневом, она не могла контролировать свой разговор. Она не могла перестать улыбаться, потому что она увидела снова своего сына. И ее глаза, которые были наполнены гневом, но ее рот, он не расплывался в улыбке. И она не могла остановиться. Она была так счастлива, видеть, что ее сын вернулся домой. Я хочу сказать вам, «Год не могла остановиться, смирать и ловить, когда он увидел, что вы пришли к Ему. Я могу сказать вам, что Бог не перестает улыбаться, смеяться и радоваться, когда вы приходите вновь в общение. Он возрадуется о вас песнями и ликованиями. Я верю, что вы переживаете присутствие. Нет таких, как Он. Помните, каждый раз. И помните, каждый раз, каждый раз, когда вы переживаете Его помощь, Его поддержку, Его любовь, помните, что Бог благ. Бог благ. Бог благ. Я всегда чувствую любовь Божьего. И я уверен, что вы так же. И в Псалом 139, 5. И в Псалом 138. Там написано, «Ты вокруг Меня, и впереди, и позади, и кладешь на Меня свою руку». Пятый стих, 138 Псалом. Бог окружает нас всякое время. И Он возлагает руку Свою на каждого из нас. Даже если вы пытаетесь сражаться с человеком. Если вы молитесь, вы можете даже переживать присутствие Бога, когда Он окружил вас на всяком месте, в любом месте. «Были ли вы где-то, и вы не видели ответа Его?» Его любовь всегда окружает нас. И Он хочет благословить нас всегда. Даже несмотря на то, что в древности много китайцев были рабами и соседние страны были в рабстве. И рабам должен следовать своему Господину. «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» «Что мне нужно сделать, чтобы помочь тебе?» И чтобы Господин не позвал и не попросил сделать своего службу, Рабам скажет, «Ну, подожди, мне нужно что-то там сделать, и я иногда пойду». Рабам должен сразу приехать. Поехали. Несмотря на то, что… «И Бог — наш раб, получается?» «Бог — наш раб?» «Бог — наш раб?» «Неоп ею. Нет, 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 нет. И Бог, если Бог — наш раб?» «Наш раб?» «Вот наш раб?» «Нет, нет, нет!» «Но Бог служит нам как раб.» Он Царь Царей, Господь Господствующий, Господь всей Вселенной, но Он следует за нами на всяком месте, чтобы служить нам, и Он всегда хочет благословить нас. Когда вы думаете об этом, и думаете, что я недостоин, и никто не может мне служить, потому что я вот такой. Если земной пример взять, матери, они такие, которые, несмотря на проделки детей, они всегда любят своих детей, но вы знаете, мама, она спит, она должна спать, и твоя мама не может прийти к тебе, когда ты необходим ее. Он может быть все время там, где тебе она нужна. Но Бог никогда не отдыхает. Он всегда служит нам. Но Бог не служит нам подобным образом. И Он, ну, типа того, что я послал своего Сына, чтобы умер за вас. Я дал вам Писание. И вы знаете, как следовать Мне. Вы читаете Библию и следуйте Мною. Я буду отдыхать на небесах. Если вы будете это делать верно, то вы будете на небесах. Если нет, то тогда... Он не скажет так, что я буду отдыхать на небе. И все другие религии не говорят, не скажут вам, что Бог любит вас. Но Бог пришел вот так. Но Бог, Он пришел к нам. В самом деле, я хочу сказать вам, чем ближе твои отношения с Ним, тем более легче это для вас достигнуть Его. Сейчас, для меня, сравнивая с прошлым, каждый раз, когда я взывал к Богу, и думал о Боге, Его радость приходила ко мне. Чем ближе ваше отношение с Богом, вы можете переживать Его помощь, Его поддержку каждый раз. Почему некоторые люди только достигают Бога? Потому что не многие достигают этого, потому что их сердца наполнены беспокойством, и грехами, и негативными вещами о Боге. И это действительно очень тяжело для многих людей. И они думают, что Бог не может быть с ними, потому что они достоинны. И потому что они согрешили, и все так. Но когда мы говорим, Господь, Ты нужен мне. Ты нужен мне. Я хочу Тебя. Бог всегда приходит к Тебе. Я надеюсь, что Вы не сомневаетесь в этом. Бог хочет приехать в Израиль, и Бог хочет приехать к Тебе. Если Бог приходил и приходит к Израилю, то Он и придет и к Тебе, и приходит. Каждый человек очень дорог для него, драгоценен. И как вы можете быть в этих отношениях с Богом? Первое, ты можешь видеть любовь Бога в природе. И то, что Бог сотворил для тебя. И так же ты можешь видеть любовь Бога в искуплении, которое совершил Иисус на кресте. И ты можешь видеть любовь Бога в Библии. И ты можешь видеть любовь Бога, как да, Он тебе помогал в разное время и в различных обстоятельствах. И ты можешь так же переживать любовь Бога, когда Он наполняется в эту крестину. Или когда ты поклоняешься Ему. Я надеюсь, что ты хочешь, «Да, я хочу войти в эту любовь Бога». Я хочу иметь близкие отношения с Ним. И я хочу наслаждаться Его любовью. Хотите наслаждаться жизнью? А хотите ли вы нанести бремена и болезни? Люди платят много денег для развлечений. Радость Господи, она бесплатная. Я надеюсь, что вы будете молиться и сейчас с Господом больше. И я называю это молитвой благодати. Это что-то типа вы можете закрыть глаза и следовать за Ним. И каждый день вы можете сказать это себе. И говорить себе обетование Божьей любви. Давайте закроем глаза. И скажите это. «Господь вокруг меня сейчас». «Господь любит меня сейчас». «Господь любит меня сейчас». И скажите это громко. «Господь любит меня сейчас». «Господь счастлив с Монорой». «Господь хочет иметь близкие отношения со Мною». «Господь ждет меня». «Господь имеет прекрасный план моей жизни». «Он хочет использовать мою жизнь могущественно». «Он хочет использовать мою жизнь, чтобы благословить многих людей». «Я драгоценен в глазах Божьих». «Я драгоценен в глазах Божьих». «Я драгоценный ребенок Божий». «Я возлюбленное дитя Бога». «Я могу быть так счастливым благодаря Богу». «Я могу быть так счастливым благодаря Богу». «Тахи, Аллилуйя». «Аллилуйя». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он реально хочет иметь близкие отношения со мной Как Бог хочет, чтобы Израиль вернулся к Нему Он хочет, чтобы и мы вернулись к Нему Чтобы имели близкие отношения с Ним Чтобы переживать это прикосновение любви каждый раз Чтобы меняться от Его любви Чтобы мы могли ответить Ему О, я люблю тебя 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 Вам нравится такая молитва? Я надеюсь, что вы будете молиться так Я надеюсь, что вы будете молиться так Я люблю тебя И вы будете чувствовать, как Бог наполняет вас И имеете эти близкие отношения с Ним. И сейчас в завершении всей темы я хочу поговорить, как осложить победу над грехом. Бог хочет, чтобы мы вернулись к Его любви и к Его святости. Мы можем иметь победу над каждым грехом. 1 Коринфянам 10.8 говорит, что есть сексуальная распущенность. И сказано, что в один день 23 тысячи умерло. И здесь говорится, что один грех принес Божие наказания. Now, at the same time, God is love. God is love. But He is also holy. He cannot stand sins. When we have the love of God, It doesn't mean we can just continue sin. Sin will bring punishment. And in Acts chapter 5, verse, starting verse 3, It talks about Ananias and his wife. She did the apostles. They sold the house. They did not have to give all the money to the apostles. But He said, this is all the money. And Ananias said, you don't have to sell your house. And Peter said, you don't have to sell the house. You don't have to give all the money to the church. But is this all the money there? Is this all the money of the house? And Ananias said, this is all the money. And Ananias said, ну да, это все деньги, что мы выручили. So he lied to Peter and the church. And Peter said, you do not just lie to us. You lie to the Holy Spirit. And Peter said, you don't even lie to us. You lie to the Holy Spirit. And they died right away. So we have to realize that sins have serious consequences. We можем видеть, что грех имеет серьезные последствия. God can punish us for our sins. Also, sins can bring chastity of God. That chastisement. That He will teach His children like parents teach their children. And they will punish them so that they will learn to obey. That, you know, God can use sickness or different ways to chastise us. When people say, actually, when people don't follow God closely, they find that the life has different kinds of problems. И когда люди не следуют Богу, они могут находить в жизни различные проблемы и сложности, трудности. So sins always have bad consequences. И грехи, они имеют такие вот серьезные последствия. И также грехи, они имеют открытую дверь для того, чтобы дьявол... In Ephesians 4, 26, сказано... That it says, do not give the devil a foothold. Не грешите, не давайте место дьяволу в вашу жизнь. Когда мы грешим, мы даем место дьяволу в нашу жизнь. И дьявол может разрушить нашу жизнь. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. И когда мы грешим, мы даем ему возможность, шанс. И дьявол может приносить болезни, проклятия, всякие вещи. Син также сделает вещи worse. И так же грех он делает человека... John 5, 14, says that, you know, the man with 38 years of being paralyzed for 38 years. You can just translate this. So Jesus said to him, stop sinning. If not, something worse can happen to you. Why is it so serious? Because sin is that Satan comes into our life. Потому что через грех дьявол имеет доступ в нашу жизнь. And sin stops our relationship with God. И грех, он останавливает наше взаимоотношение с Богом. Sins make it hard for us to come close to God. И это удаляет нас от того, чтобы быть ближе к Богу. Now the first key to overcoming sin is to believe that when we confess our sins, God will surely forgive us. Gоворит о том, что нам нужно исповедовать наши грехи и Бог верен и праведен простить нас и очистить нас от грехов наших. Many people sin and they say, oh, I feel so guilty. Многие люди грешают, говорят, я так, я так согрешил, я имею вину. I dare not come to God. I dare not pray. I tell you, this has happened to me and to actually all Christians. You think of it, if you have sinned, and then when you come to God, you say, I don't feel good. So many people just say, I dare not come to God now. And большинство людей с огрешениями говорят, ну, я не приду к Богу. But actually God wants us just to come to Him right now. Но Бог, Он на самом деле хочет, чтобы мы в тот же момент пришли, чтобы Он простил нас. Now, God's forgiveness is different from the forgiveness of people. For people, it's hard to forgive a person totally. Now, imagine, you go to someone's home and somebody says, this is a very expensive vase. Imagine, this is a vase. Very, very expensive vase. Очень дорогая ваза. Don't touch it. Не трогай это. And then you want to have a look at it. Но этот кто-то берет и смотрит. And then you hit it. И потом ударяет, разбивает. And it fell to the ground and broke. И на пайло, и на землю разбивается. And you said, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Я извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь. And the person would say, Oh, that broke my heart. But finally, he said, Okay, I'll forgive you. But you might say, Well, does he really forgive me? Но ты можешь сказать, ну, тогда действительно или просил меня. Now, if you go to his home a second time, и когда снова в его дом придете, and broke something else, что-то еще раз обьете, and a third time and broke anything, и на третий раз что-то еще. And he says, Okay, I forgive you. But we think, he really doesn't forgive us. But I tell you, God is not like that. God's nature is that when you confess your sin, he will surely forgive you. God's forgiveness is like switching a light switch. Can you turn off the light back there? Can you turn a light switch back there? Okay, and turn on. Now, when he turned it off, it turned off, right? When it turned on, it turned on again. Would the light say, Wait, wait, wait. Wait for a moment. Может кто-то сказать, ну, подожди чуть-чуть. The light, which he immediately responds. Но, когда он включил, свет тут же диагировал. God's forgiveness is like that. Божье прощение, оно вот как этот, свет, который приходит. When you confess a sin, he will surely forgive you. So you can come to him with full confidence that he has forgiven you. ты можешь приходить к нему с полной уверенностью, что он простил тебя. Now, how do we overcome sins? Но как же нам еще побеждать грех? Very important is, nobody is free from sinful thoughts. We all have sinful thoughts that came in our mind from time to time. какие-то мысли приходят. Sometimes you just say, I just don't like that person. Иногда говоришь, что мне не нравится этот человек. Sometimes you say, I cannot forgive him. Я не могу простить его. So we might have these negative thoughts that came in our mind. И эти вещи могут приходить в наш разум. The way to overcome sin is to stop the sin right when it appears in our head. Okay. And how do we overcome what we need to do? Нам тут же в этот момент нужно разобраться с этим. Okay. Now here I have five steps to victory. У меня здесь пять пунктов победы. First, be aware of a sinful thoughts. И здесь будьте бдительные греховным мыслям. When we are about to be angry. Допустим, когда вы гневаетесь. When we are about to worry. Когда вы беспокоитесь. When we are about to complain. Когда вы сравниваете что-то с чем-то. We know that we are about to sin. Мы можем согрешать. And the second point is to believe that sins are destructive. Второе. Веришь, что грех он разрушительный. And then we say it will destroy my faith with God. And then three. Apply biblical principles. I can forgive the person. I can love the person. I can rejoice in the Lord. I can have strength. So follow God's way. Следуя Божьим путям. And then number four. Pray to get strength. И четвертое. Моли, чтобы иметь силу. And then five. Choose obedience. И выбери подчинение Господу. What it means is like this. When you are about to sin. И один сказал человеку. Когда ты согрешаешь. The key is to believe that when we sin this time it has destructive consequences. когда приходят эти деструктивные вещи. Many people sin because they грешат. Many people sin because they think that well when I ask him Jesus to forgive me he'll forgive me. Многие думают ну когда я попрошу да он простит меня. He will surely forgive us. Да он простит меня. But it will have consequences in our life. Но есть совесть в нашей жизни. For instance if we are angry at somebody it can affect our relationship. It can take away the peace and the joy in our hearts. So the key is to believe that any sin is destructive. And then we follow God's instruction in the Bible and pray to God and say Lord I choose to forgive. I choose to love. I choose not to be angry. I tell you it's possible it's possible it's possible to overcome any kind of sin. I use an illustration I use an illustration if I see a very sexy woman if I see a very sexy woman if I see a very sexy woman I know that if I let the woman affect me then I can sin and it will be destructive and it will destroy my ministry and this affect my relationship with my wife so I believe wholeheartedly it is destructive and then I will follow God's way to have holiness and pray to God and then turn away from the sexy woman and not to think about her and not to think about her what I talk about today we can choose to live in the love of God we can choose to live in the love of God and enjoy God's love and choose to reject any sin and obey God and our whole life will be a life of joy and blessing and God will bless us all those who follow Him He will bless us do you want to be blessed by God do you want to follow God's way to enjoy His love and reject all sins say no to sins and your conscience will be free I enjoy this free conscience then I don't have accusation in the back of my heart and I pray that you too enjoy God's love and enjoy holiness now I know the time is running short I have a short prayer with you and I will quickly lay hands on anyone who want to experience the Holy Spirit let us stand up to pray let us stand up to pray oh Lord Jesus we thank you because you are loving us right now you want to have a close relationship with us we can enjoy God's love every day we can enjoy life every day we can have all the blessings of God and we can overcome all sins and we can overcome all sins and we can overcome all sins the moment the sinful thoughts appear in our mind we can say no to the sinful thoughts we want to follow holiness and when there is holiness in our family when there is holiness in our family when there is holiness in our hearts when there is holiness in the church everything will be beautiful все будет прекрасно God's blessings will come Божье благословение приходит Аллилуйя Аллилуйя Lord Jesus Господь Иисус come and bless us иди благослови нас наполни нас Святым Духом let me explain a little bit about praying to receive the Holy Spirit позвольте мне дать вам пример как получить благословение Святым Духом does anyone want to come out and I'll pray for you anyone one person one or two one or two one or two person come on I'll demonstrate I will demonstrate я могу продемонстрировать now you can open your eyes and come on 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 relax have someone stand behind me кто-нибудь встаньте за ними relax now for me I just reach all my heart to God я простирается своим сердцем Богу поклоняюсь в Духе в Истине Lord Jesus Lord so when I pray for people и когда я молюсь за людей I pray with my spirit я молюсь моим духом not just with words не просто словами I reach out my spirit to God я простираюсь моим духом к Богу I appreciate God я благодарен Богу я люблю Бога я люблю Бога Алле苦у Аллелюха аллелюха И Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok